Сегодня в новостях Huawei Mate 20 Lite, Google Pixie 3, Huawei Mate 20 Pro и PlayStation Classics. Всем привет, я Макс и перейдем к IT-новостям за 25 сентября. Huawei Mate 20 Lite представлен в России официально. Данный смартфон уже был представлен несколькими месяцами ранее в мире, но теперь и в России его можно будет купить за 23 770 рублей. Конечно же с подарками, если заказывать в официальном магазине. Ссылки на него в описании. По начинке, напомню, смартфон получил две основные камеры на 20 плюс 12 мегапикселей. Свежий процессор Huawei Kirin 710 и аккумулятор на 3750 мА. Очередное изображение Google Pixel 3 XL. Напомню, смартфон представят уже в ближайшее время на официальной презентации 9 октября. Сегодня появились еще несколько рендеров, которые в очередной раз подтверждают дизайн новых Pixel 3. Как ранее была показана версия Google Pixel 3 XL, которая получила экран с самым некрасивым и огромным вырезом в экране. Но кому это не нравится, есть обычная версия поменьше. Pixel 3, который лишен данного недостатка. Первые официальные рендеры Huawei Mate 20 Pro. Официальная презентация Huawei запланирована на 16 октября. Но уже сегодня в сети появились первые рендеры смартфона в специальном чехле. По данным изображениям, можно точно сказать, что смартфон получит три камеры на тыльной части. На лицевой части же видно экран с вырезом и небольшими рамками сверху и снизу. Чего не видно, так это сканеры отпечатков. Это нам говорит, что он либо будет встроен в экран, либо на боковой грани. Sony представили PlayStation Classics. Не так давно, в прошлом году, компания Nintendo делала подобное. И не раз, выпуская старые консоли по новой. И вполне было успешно. Sony решили сделать так же. И выпустят первое переиздание консоли PlayStation 1, которое будет стоить 100 долларов и выйдет к новогодним праздникам. Для подключения джойстиков в ней используются USB-порты, а для телевизора предназначен HDMI-порт. Но если вы думаете, уже пора доставать старые диски от PlayStation 1, я вас огорчу. Ну и напоследок перейдем к вашим вопросам. Есть ли более прочный браслет на рынке? Данные браслеты, конечно же, я не носил в течение долгого времени. Но знаю, что в последнем Xiaomi Mi Band 3 установлено защитное стекло Gorilla Glass Corning 3. Поэтому, скорее всего, оно будет прочнее, чем в вашем Huawei. Следующий вопрос. Какой из этих процессоров более энергоэффективный и быстрее? Ну, из данных процессоров, конечно же, самый быстрый и мощный будет Snapdragon 835. Ну и, конечно же, у него есть посредствия этого. Он будет менее энергоэффективней и быстрее сажать смартфон. Я бы лично, конечно, сегодня предпочел Snapdragon 710, так как он более энергоэффективный, да и с играми справляется со всеми. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Если понравились новости, нажимайте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а также обязательно пишите свои вопросы внизу в комментариях под данным видео. Я на них отвечу в следующих новостях. Удачи всем и пока!